Кто слышал о такой игрушке как Скуллбой Ранауэй или Пять ночей с Тимохой, пускай поставит лайк за 2 секунды. Один, два. Всем привет ребятки, меня зовут Алплей и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет 4 игрушки про Скуллбой, а все игры разные и 4 игрушки про Тимоху, все игры разные. Давайте мы с вами начнем играть с игрушки Скуллбой Кузбасс. Мы с вами ребятки наконец-таки добрались уже до той шахты, где походу встретимся со злой ведьмой, которая украла сестренку у нашего Скуллбоя. В данном случае мы с вами должны по-моему активировать 3, нет 4 алтаря. У нас тут есть кое-какие предметы, нам их портфирий подогнал в прошлой серии, ну и сейчас мы с вами попробуем это все активировать. Есть у нас вот таких вот 4 штучки, видите первый лазер мы с вами включили и теперь по кругу нам нужно сделать то же самое с остальными тремя. Ну и потом появится эта злая противная ведьма, которую мы с вами попробуем каким-то образом уничтожить. Сюда мы с вами ставим какую-то куколку и еще один лазер у нас появился, видите, теперь у нас уже 2 лазера светят вверх. Нам нужно вот сюда вот еще третью игрушку подставить или что это будет и потом еще четвертую. Что это у нас будет, это алтарь Артема, мы здесь с вами поставили шапку, вернее кашкет и вот у нас, видите, включился еще один третий лазер. Давайте мы с вами тогда подставим еще последний предмет на последний алтарь и посмотрим, что у нас произойдет. У нас должна появиться ведьма, с которой мы, наверное, будем каким-то образом сражаться. Ага, это алтарь Тани. И вот у нас все, ребятки, сработало, все эти 4 лазера светят вверх и вот появилась эта стрёмная бабка Никанора. Это и есть эта ведьма, ребятки, против которой мы с вами постоянно сражались. Парнишка спрашивает, где моя сестра? Она говорит, вот же она, забирай. Вот эта маленькая девочка, Анюта, но она пропала. Ой-ой-ой, что такое, что происходит? Походу, эта бабка настоящая ведьма и она опять нашего Славика обманула. А, вот, глядите, получается, что она просто-напросто каким-то образом создает копии этой Анюты. И все, они пропали. Теперь она говорит, сколько тебе еще нужно сестер? Ха-ха-ха, смеется, короче. Ну, ща мы с вами покажем, где раки зимуют. Я знаю, что тут нужно сделать. Короче, после того, когда она тут закончит свой диалог, монолог, мы с вами должны разрушить 4 алтаря. После чего с этой ведьмой будет покончено. Вау, вы посмотрите, эта ведьма начинает взлетать. И сейчас она, по-моему, будет пытаться уничтожить нашего главного героя. А мы с вами должны бегать по кругу и постараться разрушить вот эти вот 4 алтаря. Вот смотрите, она будет у нас сейчас выпускать первый снаряд. Вот, промахнулась. Выпускает второй снаряд. И первый вот этот алтарь. Нет, еще не разрушен. Давайте мы поближе вот так вот встанем. Все, первый алтарь у нас разрушен. И теперь вот таким вот образом нам с вами нужно разрушить все остальные 3 алтаря этой противной ведьмы. После чего мы ее наконец-таки уничтожим. Давайте подождем. Она стреляет в нас, не попадает, попадает в свой алтарь. Мне нужно типа за этот алтарь прятаться, пока она будет выпускать свой этот энергетический какой-то сгусток. Какую-то непонятную шаровую молнию. Походу, ребятки, она выпускает. Ба-бам! И остался последний алтарь, после уничтожения которого, наконец-таки, мы с вами, друзья, эту игрушку пройдем. Я играю довольно давно в эту игруху. Ну и вот настала эта последняя минутка, последняя секунда. Все, ребятки, мы с вами разрушили самый последний алтарь и ведьма уничтожена. Следующая игрушка, это будет просто топовая игруха против моху, которая называется «5 на честь Тимоха и вторая часть». Я играл во многие игры, сегодня мы еще поиграем с вами, конечно же, в игры против моху, но лично для меня эта игрушка просто топовая. Она очень смешная и я постоянно в нее играю. Первонаперво мы с вами накололи немножечко дровишек, растопили мы с вами печку и теперь нам нужно напечь пирожков. Мы с вами можем за один раз напечь аж 12 пирожков, это давайте и сделаем. Потом наберем немножко водички, будем кормить, поить Тимоху, а также попробуем его отравить огурцами, которые мы с вами найдем в подвале у этого дедушки, который, в принципе, это все и подготовил. Мне сейчас нужно, наверное, будет поставить этих 12 пирожков и потом как раз-таки набрать водички и забрать огурчик. Пока эти пирожки приготовятся, я уже все остальное смогу набрать. Вот у нас уже 11 пирожков, самый последний 12 пирожок мы приготовили. Ставим их в печку, кстати, периодически нужно светить вот сюда вот, чтобы никто здесь не появился. Ну и теперь давайте опускаемся вниз, еще ниже, и теперь давайте возьмем один огурчик, а также наберем 10 капель водички. Потом пойдем на карту и будем травить Тимоху. Ну и, конечно же, покормим его и попоим. Итак, 10 капель воды мы с вами уже набрали. Этого для начала, я думаю, хватит. Огурец мы с вами только можем взять один. Значит, теперь нам нужно просто забрать 12 пирожков. Забрали? Да, 12 пирожков мы с вами забрали. Ну и теперь давайте пойдем посмотрим по камерам, где находится этот противный проказник Тимоха. Вот он, кстати, где-то пробежал на второй карте. Ага, вот он где. Давайте кормим, поим, кормим, кормим. И отравили его. И теперь переходим на шестую камеру. Вот он, ребятки, где находится. Он находится в туалете. Ему очень и очень плохо у него несварение, потому что кислые огурцы он почему-то не любит. Ну а наша главная задача, как можно больше этих огурчиков ему скормить. Конечно, тут еще нужно выполнять другие задания, которые периодически будут всплывать. Но самое основное, это, конечно же, кормить и поить Тимоху. Ну и, конечно же, по возможности его травить огурцами. Следующая игруха у нас с вами называется Schoolboy Runaway Escape. И мы поиграем в самую последнюю четвертую миссию, которая называется Деддом. Нам нужно помочь нашему главному герою убежать из этого Деддома. Она, кстати, у нас обновилась. И добавили у нас очень прикольные тыковки. Сперва мы с вами должны взять вот эту вот атомычку, открыть нижний люк. И давайте посмотрим на нашу новоиспеченную, обновленную монашку, которая и меня прессует. Как раз-таки она главного героя закрыла вот в этой вот тюрьме. Это называется Деддом. Представляете, вот такая вот тюрьма называется Деддом. Вот каким вот образом она, видите, поменялась, малеха. Стала еще более стрёмная. Ну и теперь наша с вами задача выиграть в этой игрухе и собрать аж целых 12 тыковок. Если мы их с вами соберем, будет довольно неплохо. Первую тыковку мы с вами взяли. Сюда пока что я зайти не могу. А вот во вторую камеру, по-моему, могу зайти. И вторую тыковку тоже подобрал. Ну и следующая задача, что мне нужно сделать. Выберитесь из подвала. Это сделать довольно легко и просто, так как мы с вами уже выбрались из вот этой вот тюрьмы. Теперь просто поднимаемся сюда вверх. Открываем дверки. И давайте посмотрим, что тут будет у нас видоизмененное. Я вижу заколоченную дверку в конце коридора. Говорит наш главный герой. Вот это вот как раз-таки эта дверка. И нам нужно каким-то образом ее открыть. А как ее открыть, я, по-моему, знаю. Кстати, эта монашка не выбралась, да? Она находится вот там вот, видите, в конце коридора. С правой стороны это кухня. Мы с вами должны, по-моему, зайти вот сюда вот. И нам нужно открыть вот эту вот дощечку. Здесь на потолке есть дощечка. Каким-то образом нужно ее сдвинуть. Вот почему я родился таким мелким. Я не дотягиваюсь, говорит наш главный герой. И нам нужно с вами придумать, как выманить эту противную монашку из своей кухни. Давайте мы с вами зайдем к ней в комнату. И включим вот этот вот музыкальный инструмент, который будет играть. Эта противная монашка пойдет смотреть, что там играет. Но мы с вами тем временем сможем зайти на кухню. Получилось обащи кухню. Окей, погнали. И вот у нас и тыковка еще одна, третья. И вот у нас эта вот метла, которая нам как раз-таки и тоже будет нужна. Теперь с помощью этой метлы, кстати, можно зайти, наверное, еще в класс. Вот еще тут тыковка есть одна. Мы уже их 4 штуки собрали. Нужно 25. И теперь с помощью вот этой вот метлы мы с вами сможем сдвинуть походу эту дощечку. Так. И что тут у нас будет? Давай, включайся. Что, не могу? Не могу. Нужно поближе, наверное, подойти. О, все отлично активировалось. Берем вот этот вот гвоздодерчик и теперь нам нужно бегом отсюда убегать, потому что походу она сейчас придет нас проверять. Это противная наша надзирательница. Давайте посмотрим, что тут дальше произойдет. А, она говорит, что это домовой. Ну ты вообще, короче. Ладно. Теперь мы с вами можем использовать этот гвоздодер. Он тут почему-то называется лом. Мы с вами можем с помощью этого лома открыть эту заколоченную дверку. Открываем ее. И тут у нас будет... Тут у нас что-то будет. А, здесь у нас телефон. А, нам нужно бегом-бегом убегать, потому что походу она меня увидела, да? Ай-яй-яй, ребятки, к сожалению, мы с вами проиграли, потому что не успели убежать. Игруху прошли на процентов 70. Следующая игруха у нас называется Побег от Тимохи Шалуна. Давайте выберем режим выживания и постараемся сыграть здесь как можно лучше. Нам нужно набрать побольше пирожков. С помощью этих пирожков мы с вами будем отбиваться от Тимохи и от Гены, которые будут гнаться за нами. Чем больше я их наберу, этих пирожков, тем буду в большей безопасности. Это, кстати, у нас немного на булочки с маком похоже. Кстати, кто кушал хотя бы разочек булочку с маком, пускай поставит лайк. Посмотрим, сколько таких ребят. Я, кстати, много раз кушал булочку с маком, поэтому я бы лайк, конечно же, влепил, но, к сожалению, или, к счастью, я снимаю видео, а не смотрю его. Так, ну что, получается, что мы с вами тут ото всех отбились. Теперь мне нужно каким-то образом, наверное, еще побольше этих булочек набрать. Одну булочку я взял, а за мной уже Гена и Тимоха гонятся. Ой-ой-ой, у нас пока что только три балла есть. Так, давайте вот этого чела мы с вами сперва сбьем, потому что он очень быстрый. Ух, же пять баллов. И вот еще Тимоха, и, к сожалению, он нас поймал. Ребятки, мы с вами только уничтожили, по-моему, пятерых. Но ничего страшного, можно сыграть еще. Здесь у нас будет столько попыток, сколько мы захотим. Так, еще одну булочку я набрал, их у меня уже четыре есть. Будет, походу, сейчас уже шесть. Да, уже шесть булочек есть, и тут за мной кто-то уже прям сразу гнался. А я, наверное, отбился от него. Нет, не отбился, вот он. Это... Тимоха, привет, чувак. Первого мы с вами подстрелили. Второго мы с вами подстрелили, и у нас закончились снаряды. У нас закончились булки. Кстати, а Тимоха, видите, с огромным батоном на нас бежит. Хе-хе. Интересно. Он с батоном. Боится булок. Ага, все, он отстал. Мы с вами вместо снарядов используем булочки и батоны. Интересная игруха, очень прикольная. Здесь, кстати, очень крутая у нас типа озвучка смешная. Ой, к сожалению, меня поймали. Мы с вами в этот раз заработали 3 балла. Следующая игрушка у нас с вами будет с колбой в мире Майнкрафта. И мы с вами постараемся помочь нашему главному герою убежать от своих родителей и убежать от этого ненависанного дома. У меня уже почти все есть для того, чтобы устроить побег. Давайте сейчас мы с вами попробуем сделать так, чтобы мама открыла окошко. И можно будет потихоньку, потихоньку нам с вами выполнять задание для того, чтобы наконец-таки убежать. Так, выключили мы с вами вытяжку. Открыли крышки. Теперь крышки нам нужно опять закрыть и опять вытяжку включить. Все, дети балуются, говорит мама. Ну, а мы с вами бегом заходим к себе в дом. Говорю, к себе в дом, к себе в комнату. И давайте подождем. Вот она уже идет, возвращается назад. Сейчас она посмотрит, что очень много дыма. Откроет окошко и мы с вами наконец-таки выберемся наружу. Сколько дыма, наверное, кто-то понапустил. Интересно, кто бы это сделал. Так, открываем дверки. Вот это мама готовит. Закрываем дверки и через окошко бегом отсюда. Улепетываем. Кто-то там кричит, по-моему, это батя был. Берем первую дощечку и ее, конечно же, заколачиваем. Берем вторую дощечку, ее нужно повыше поставить и ее тоже нужно заколотить. Кто-то там стучит и стучит. Говорит, батя, нам с вами сейчас бегом нужно вернуться в комнату и нужно посмотреть, чтобы мама вышла, а потом уже возвращаться. Надеюсь, я ничего не забыл, он говорит. По-моему, ничего-то не забыл. Открываем дверку, заходим сюда и давайте посмотрим, что дальше произойдет. Ну, вроде никого, говорит мама. Сейчас она вернется назад, а мы с вами заколотим последнюю вот эту деревяшку. Погоди-ка, мне кажется, или одни инвалиды в команде. Тут мама и папа между собой, короче, общаются. Ну, ладно, говорит мама, значит все нормально. Я уже думал, у меня крышка, говорит наш главный герой. Нет, все нормально, не переживай. Мы с вами дверку уже закрывать не будем, потому что здесь была мама, к сожалению, она меня поймала. Мы с вами практически убежали, друзья. Осталось буквально самую последнюю дощечку заколотить и можно было выбираться наружу. Следующая игруха у нас называется Пять на честь Тимохи третья часть. И здесь мы с вами будем, ребятки, печь пирожки для Тимохи, заваривать чай для Гены и заправлять наш генератор для того, чтобы у нас постоянно было светло. Здесь все это делать довольно быстро можно, поэтому эта игрушка наверное одна тоже из самых прикольных про Пять ночей с Тимохой, потому что тут мы с вами можем быстро печь пирожки и можем быстро заваривать чай. В первой части это делается ну все очень и очень медленно, во второй части это делается немножечко быстрее, но все равно вот именно в третьей части это делается рекордно быстро. Посмотрите, мы с вами уже имеем 12 пирожков, есть у нас 5 чашек чая, мы с вами можем еще пирожки забрать и теперь у нас 24 пирожка и 5 чашек чая. Давайте мы с вами тогда еще 5 чашечек чая замутим и пойдем кормить Тимоху и поить Гену. Кстати, нам также нужно выполнять другие дополнительные задания, которые тут периодически будут высвечиваться. Если все сделать правильно, все вовремя выполнять, то мы с вами можем, конечно же, и не одну ночь здесь пережить. У нас энергии уже 72%, поэтому со временем нам нужно будет заправить еще генератор. Давайте сейчас по камерам посмотрим, где наши проходимцы. Покормим Тимоху, попоим Гену. Ну и вот, ребятки, мы их покормили, попоили, осталось только их спать положить. Правда, они почему-то не спят. А где-то здесь, вот на какой-то камере, я должен, по-моему, что-то смазывать. То ли петли должен смазывать, то ли стрелять я вообще должен. Пока вроде все нормально, все тут тихо-спокойно. Наши два проказника тут, короче, гонзуют на этом вот хот-доге и ничего плохого пока не делают. Давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами заправим тогда генератор. У нас тут есть три канистры. Сейчас мы зальем еще одну. Сколько там уже? 99, 100. 100% мы с вами уже заправили бензина. И теперь нам нужно пострелять пирожками в этих противных Тимох. Которых, кстати, тут очень-очень много. Благо, что у нас пирожков пока хватает. Сколько тут еще их? Этих Тимох 4 штуки, по-моему, осталось. Сколько там пирожков? Пирожков 18 штук. Думаю, что пирожков нам хватит. И мы с вами вот это дополнительное задание, конечно же, выполнили. Следующая игрушка будет самая новая и самая последняя про Тимоху. Она называется Дом Тимохи. И здесь мы будем, друзья, его пропускать внутрь, которые пришли на вечеринку к Тимохе. А недругов или монстров мы с вами должны не пропускать. Если все делать правильно, Тимоха нам еще и забашляет немножечко деньжат. У нас, кстати, есть три сканера. Вот самым первым сканером нам предлагают воспользоваться. Загорелся зеленый свет, поэтому этого чувачка мы пропускаем. Следующий монстрик. Ну это какой-то прям очень страшный. Дашь мне кусочек своей мамы, он говорит. Конечно же, не дам. И это, наверное, ребятки, правильный выбор. Да, вот как раз-таки огромный и страшный монстр, который попытается проникнуть внутрь. И именно его и его приспешников мы не должны пропускать. Хочу вытащить свои зубы. Давайте мы сканером воспользуемся. Наверное, этого чувака не нужно пропускать. Нет, конечно же. У-у-у, какой он мощный. Мощный и страшный монстр. Кто тут будет дальше? Это у нас какой-то актер. Здесь проходит вечеринка Мэмл. Куда ты идешь? К вечеринку на Тимохе. Надеюсь, к вечеринку... На вечеринку к Тимохе. Давайте мы его пропустим. Мне кажется, что это друг Тимохе. Так, правильно. Вот еще какой-то монстряка подошел. Твои детки станут квадроберами какой-то. Не знаю, что это такое. Давайте мы сканером воспользуемся. Наверное, это монстряка. Его не нужно пропускать. Да, видите, красная лампочка загорелась. Мы его не пропускаем. Кстати, у нас закончились сканеры. Что тут дальше будет? Привет, а Тимоха дома? Вечеринка Тимохи. Ну, наверное, это нормальный чувак. Давайте мы его пропустим. Надеюсь, это друг Тимохи. Да, отлично. Я люблю свежее мясо. Это, скорее всего, что монстр. Его мы, конечно же, не пропустим. Какой он стрёмный и страшный. Правда, у нас все сканеры закончились. Здравствуйте, я иду в 4-ю, 19-ю... 4-ю, 19-ю квартиру. Вечеринка Тимохи. Ребятки, ну, походу, будем пропускать. Вроде ничего подозрительного нет. Ой, это был монстр. К сожалению, он нас схомячил. Следующая игрушка называется Скуллбой в мире зомби. Всё у нас вроде как и в оригинальном Скуллбое. Правда, вокруг будут зомби. Папа зомби, мама зомби, дети зомби. Всё будет зомби. Ну и нам нужно убежать с этого страшного дома. Помочь этому, по-моему, Андрюше, да? Отсюда свалить. Ну что же, первонаперво пойдём обшаривать всё, что только можно обшарить. И попробуем сейчас найти первые какие-то вещи, которые нам нужны будут, чтобы убежать. В этом шкафчике что-то будет путнее? Нет, ребятки, здесь ничего хорошего, к сожалению, нету. Хочешь, не хочешь, а приходится в комнату к этому отцу постоянно пробираться. А вон, глядите. Вы когда-нибудь видели, как зомби смотрят футбол? О, вот папа зомби смотрит футбол. Очень и очень страшный монстр. Мы с вами, конечно же, постараемся сейчас обшарить его комнату и что-то путнее, надеюсь, найдём. Так, в этой полочке первой мы нашли батарейку. Как ни странно, тут что-то было. Как правило, тут никогда мне ничего не попадается, но здесь вот прям целая батарейка. Тут у нас что есть? Тут у нас нету ничегошеньки. А, здесь у нас тоже нету, наверное, ничегошеньки. Да, к сожалению, ребятки, тут ничего нету. Давайте тогда мы с вами попробуем вскрыть сейф. И если у нас посрединке белый, значит у нас будет так, белый, синий, зелёный, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, белый цвет, синий. Последний у нас должен быть зелёный, синий, белый, зелёный. Да, теперь оранжевый, белый, оранжевый. Тут легко запомнить. И самый последний у нас, по-моему, красный, оранжевый и синий, или зелёный, красный, оранжевый и зелёный. И зелёный, да. Хорошо, открываем сейф. И тут будет ключ от машины. Можно обыскать эту машину. Так, давайте сделаем следующим образом. Сперва выключим свет. Возьмём вазочку. Перевернём. Теперь нам нужно всё это собрать. Так, приходит отец. Смотрит. Что-то не на своём месте. Всё должно быть на своём месте. О, кто трогал вазу! Да, друзья, всё-таки, как это не прискорбно! И не печально, но всё-таки отец увидел, что мы с вами трогали вазу. Поэтому сюда мы с вами ставим цветочек. И выходим. Нас по-любому сейчас поймают и накажут. Вот, мама зомби. Посмотрите, какая она стрёмная поймала нашего главного героя. И нам нужно позаметать вот здесь вот, на этом вот стрёмном дворике. Друзья мои, в принципе, сегодня мы с вами неплохо поиграли. Все игрушки, мне кажется, были довольно интересные и прикольные. Если вам они понравились, обязательно поставьте свой лайк. Кто этого ещё не сделал. Также, кто ещё не подписался, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Алтплей. Всем удачки и всем пока!